приветствуем вас в этом видео мы поговорим о мультичарте расскажем что это такое и как его использовать в своей торговле рассмотрим конкретный пример итак открываем график выбираем инструмент и подгружаем баровый график далее на панели управления нажимаем на кнопочку мультичард и выбираем интервал допустим дневные далее кликаем по панели управления в правой части окна и здесь мы выбираем даты конкретных дней которые мы хотим подгрузить допустим 7 6 и так далее либо же просто кликнув на auto range у нас от выборной даты по порядку подгрузится каждая каждый день и нажимаем плане таким образом мультичарт позволяет нам на одном графике видеть динамику развития каждого дня и тем самым найти какие-то закономерности также у нас доступны недельные интервалы таким же образом кликаем на auto range и у нас подгружается каждая неделя по порядку в этом случае мы видим каждую неделю начиная от 18 числа понедельный видим график фьючерса на s&p и можем отследить какие-то закономерности как неделя стартовала как она развивалась и аналогично с месячным интервалом и давайте на конкретном примере рассмотрим как мы можем применять мультичарт вы своей торговли в анализе рынка подгрузим дневные интервалы с минутным таймфреймом так выберем текущую дату и auto range кликаем далее мы проанализируем последнюю неделю то есть сегодня у нас среда соответственно все дни до среды прошлое мы отключаем и сменим цвета на более яркие берем все ненужные уровни спрячем их и отключим уровни пок не нас отображаться красным цветом отключим в целом все гистограммы кроме уровня пок предыдущего дня вас дэй на панели управления имеется кнопка merge price она позволяет строить графики из одной точки настройки графиков находятся в меню сетап silence бар тик здесь мы можем изменить толщину баром цвет бар текущего дня и так далее настройки же конкретно мультичартов находятся в меню с этап silence мисклайн с проще здесь мы можем отключить полностью боковую гистограмму либо просто поменять изменить ее размер и так как мы можем анализировать как мы можем использовать мультичарт в торговле допустим возьмем интервал первого получаса после открытия рынка с 8 30 до 9 00 и таким образом мы можем посмотреть как торговался инструмент в данном промежутке первые полчаса это такой самый волатильный интервал всей сессии мы можем посмотреть как каждый день торговался в данный интервал так среда у нас первый день это желтый график у нас на открытии была небольшая консолидация и затем шел рост далее четверг это зеленый опять же довольно спокойная открытия довольно длинная консолидация в районе 15-20 минут и также после консолидации пошел рост пятница такая же динамика развития была с открытия падения небольшое и довольно длинная опять же консолидация в районе 15 минут после которой последовал хороший рост примерно на пол процента пятница понедельник здесь динамика была немного другая но также видим консолидацию в первые полчаса далее вторник такая же у нас довольно плотно была консолидация и выход из этого канала и сегодняшний день среда видим падение и опять довольно длинная консолидация и последующий рост то есть уже примерно из пяти дней раз два из из шести дней учитывая сегодняшний четыре из них мы имели одинаковую тенденцию это консолидация либо падение консолидация и последующий рост далее к этому сценарию мы подкрепляем и другие инструменты анализа это кластерный график это объемы кластерного графика это боксчарт это тиковый график для входа он особенно эффективен и так далее далее как еще можно применять данный инструмент если мы проанализируем динамику каждого дня то можем посмотреть например с понедельника рост у нас останавливался нас одерживались х и и далее примерно после 11 следовало довольно длинные падения вплоть до закрытия рынка далее берем вторник у нас розовый график здесь было немного другая динамика но также видим что примерно после 11 у нас следовало довольно плавные и долгое падение вплоть до закрытия рынка все хаи у нас были ниже предыдущего рынок был довольно слабый таким образом два дня подряд мы наблюдаем одну и ту же динамику развития рынка даже отключим все предыдущие дни кроме последних двух соответственно мы их третий день мы можем ожидать подобного сценария развития при условии что у нас одержится х и и далее пойдет пробой каких-то локальных уровней и так и получилось сегодня у нас одержался хай дня и далее пошел пробой это максимальный объем предыдущего дня last day мы можем увидеть это и на гистограмме и посмотрите какие замечательные входы два входа было от уровня от максимального объема предыдущего дня другими словами как можно было мыслить в данной ситуации у нас есть закономерность определенная мы понимаем что есть сценарий на то что после 11 случае удержания локальных уровней может пойти снижение далее мы отчерчиваем значимые уровни на графике это уровни с и часовки обычно со 15 минутки и просто ждем сценария у этих уровней ждем свою точку входа мульчарт это не панацея он это не значит что вот ровно после 11 мы должны брать и шортить это значит что есть вероятность того что инструмент будет снижаться при определенных условиях и именно к этому сценарию мы готовимся мы черчим уровне и ждем своих точек входа и в данном случае они были так после довольно внушительного падения мы увидели отскок и возможно после этой коррекции опять пойдет какое-то падение можно посмотреть что там было на объемах на кластерах был ли там какой-то объем по хаям или возможно где то здесь примерно час назад мы увидели отскок такой же отскок был в это время вчера но менее конечно значимый но все же мы видим что динамика примерно повторяется таким образом мультичарт это довольно эффективный инструмент это не панацея как я уже сказал но он позволяет найти актуальные тенденции и на основе этих тенденций построить сценарий движения рынка и на этом заработать на этом у нас все если у вас есть вопросы по настройке мультичарта по его использованию смело обращайтесь нашу техподдержку по контактам в описании благодарим за внимание и удачную торговку